итак дорогие друзья всем привет доброе добрейшего утра извиняюсь очень за опоздание бывает бывает особенно из-за переезда потому что когда переезжаешь из места на место происходят разные непредвиденные обстоятельства которые которые тяжело предвидеть скажем так да поэтому переезд такая сложная штука и мы сейчас как раз входим всем привет да извиняюсь я сейчас из киева видите из киева хотя нет здесь во времени перехода но все-таки переезд это непростая вещь и так значит мы продолжаем изучать книгу продолжаем изучать книгу которая называется шмират алашон шмират лошон и я начну как раз я вчера летел вот яркий пример того как а как люди нарушают вот эти вот 17 17 запретов когда мы говорим лошонара что-то позорище другого человека мы говорим вот это вот лошонара злоязычие каким она может привести ужасным последствиям я вчера вчера летел самолете и рядом со мной летел один человек он такой израильтянин не русскоязычный из израиля родился в израиле такой уже ему лет может быть 50 60 между 50 и 60 и значит он мне рассказал такую историю он начал приближаться к религии он был нерелигиозный он начал приближаться он начал выполнять какие-то заповеди и начал ходить в синагогу начал он ходить синагогу и перестал я бы говоря почему он говорит в синагоге подошел ко мне один человек и начал мне делать замечания начал мне но некрасиво грубо со мной разговаривать он пришел с женщиной которая ну в общем один человек его словами очень сильно обидел и он настолько обиделся что он перестал ходить синагогу представляете то есть одними словами тот кто был синагоге уже наверняка думал что он религиозный человек что он служит богу что он как бы делает может быть даже он думал что делать какое-то хорошее дело когда ему говорил плохие позорящие его слова но и следствием его слов является то что он оттолкнул человека вот соблюдение каких-то заповедей и так далее то есть мы видим что злоязычие но может привести ну и к смерти и к и к разводу и к перестал например я знаю тоже одну семью где брухатоды 0 я знаю одну семью где там дедушка и бабушка они очень грубо разговаривали с невесткой например из но с невесткой и с внуками и невесткой внуки после того как сын умер в этой семье они перестали общаться с этими дедушкой и бабушкой представляете то есть очень очень бывают страшные последствия из-за чего из-за того что человек не думает о том что говоря другому слова обидные позорящие он нарушает 17 запретов тора и 14 еще поверевающие запреты давайте закончим какие запреты тут есть один мы не дошли до конца осталось нам два запрета которые мы не прошли значит пункт 16 говорит к хаффетсхайм вот это сейчас я вам расскажу это это одна из самых частых вещей которые случаются вот смотрите говорит он так иногда тот кто тот кто говорит лошонара или слушает злоязычие он нарушает такой запрет тора льстить льстить это тоже запрет оказывается есть запрет льстить ло таханифу этарец не не будьте льстицами на земле написано так например если он в каком случае этот запрет нарушается в случае когда он рассказывая злоязычие или сплетни о ком-то для того чтобы сделать для того чтобы сделать лесть тому кому он рассказывает например вот один человек приходит другому и говорит ему вот знаешь вот тот кого ты не любишь он делал так то и так то он такой и начинают про него гадость и грязь на него лить зачем он это делает он это делает чтобы сделать приятно тому кому он пришел понятно да то есть это еще он добавляет к позорящим вещам он добавляет еще грех лезть то есть он это делать специально чтобы вот этому понравится теперь получается он знал что у него есть уже это это ненависть к тому и он своими словами он ее разжигает и пытается вызвать к себе к себе приятное ну чтобы к нему хорошо относились и это он как раз этот грех нарушает теперь он говорит дальше хавацкая он разбирает такую ситуацию разбирая такую ситуацию вот например мы же знаем что нельзя и говорить и и слушать он говорит а вот например ситуация когда твой работодатель твой работодатель он позорит кого-то при тебе ругает кого-то при тебе рассказывает про него плохие вещи все теперь если ты будешь слушать то тогда тогда значит ты тоже соучастник перри если ты слушаешь и не веришь да не веришь не принимаешь что ты не вроде не соучастник но ты понимаешь вот тут опять же включается момент включается момент можешь ли ты его увещевать и сказать ему не надо так говорить то есть если ты это скажешь послушает он или нет может быть он еще сильнее начнет может он тебя уволит с работы может быть и так далее из разной ситуации в общем здесь кавацкая говорит что даже если ты киваешь или там пацану говоришь да то ты соучастник если ты просто лучше всего уйти лучше всего уйти вот здесь надо быть в заповедях вот мне повезло я учился у рам из как зильвер за хранат сидит ли враха он был великий праведник который родился в 1918 году и все советское время включая тюрьму в израиле ехал в семьдесят втором или семь с третьем году то есть всю жизнь свою он соблюдал заповеди в даже в будучи в тюрьме и когда он соблюдал заповеди даже будучи в тюрьме это интересно ему приходилось быть знаете как как разведка такая спецназ например когда он молился в евреи молятся молитва амида называется стоя ты должен стоять ты стоишь и ты не можешь отвлекаться даже если написано даже если змея обвела твою ногу ты не можешь отвлекаться то есть ты должен молитву закончить и вот значит например было такое что он стоит надо помолиться солнце уже заходит перед заходом солнца дневная молитва он стоит значит возле возле тумбы с объявлениями и стоит и молится тут ему подходят его а он работал учителем в школе приходят другие учителя причем подходят те которые которые известно что они пишут доносы это было же известно кто пишет доносы там и так далее в советское время и вот он стоит они ему говорят иц как его звали исак исак а он стоит и красный молитву читает и он ему и ответить не может и не ответить не может и он такой вот так схватился за сердце и они такие об и побежали чтобы звать скорую в это время дочитал молитву и значит вот вот разные вот эти ситуации то есть человек который хочет соблюдать заповеди и попадает вот например в какой-то разговор он должен быть он должен быть но тут опять же для того чтобы знать что делать нужно прежде всего почему говорят что тора это самое главное тора это самое главное потому что если ты не знаешь что делать ты попадешь в ситуацию как а вот увещевать его надо его увещевать если он говорит лошонара а может быть я сейчас увещеваю его сделаю хуже может быть не буду увещевать значит в В общем, лучше всего, знаете как, если не знаешь, если не знаешь, лучше всего уходить из этой ситуации. То есть я, например, всегда, так как я начал изучать Тору уже в достаточно позднем возрасте, мне было 26 лет, когда я стал религиозным таким человеком. И, значит, в этот момент я, если вижу, что есть какие-то вот опасные, вот Лошонара, это место, это как минное поле такое. То есть это страшная вещь вообще, да, злоязычие. Поэтому лучше избегать всеми возможными способами. И, как сказал царь Соломон, шумер пива лошонота, то сохраняет свой рот и язык, шумер мецерот навшот, тот сохраняет от сорот, от неприятностей свою душу. И, да, вот эта книга отличная, чтобы ты остался евреем, эта книга просто вот о его жизни удивительная. Хорошо, значит, еще один мы вспомнили запрет, что это может быть злоязычие, когда ты его слушаешь или рассказываешь. В каких-то случаях это еще и лесть относится, да, к лесте. Запрещено категорически проклинать другого. То есть здесь это вообще страшная вещь, когда люди переходят на личность. Вот, например, здесь это есть очень простой закон, который, вот это как закон. Поступок человека и человек это разные вещи. Это абсолютно разные вещи. То есть есть человек, а есть его личность, а есть его поступок. И большинство людей привыкли соединять эти вещи. Вот, например, кто-то не сделал какую-то работу. Можно сказать, ты не сделал эту работу. Это может быть, это не обидно, это факт. Ты не сделал эту работу. Теперь, что является обидным? Обидным является уже ты никогда не делаешь эту работу. Это уже, во-первых, обман и искажение. А во-вторых, ну, потому что никогда это, это очень, ну, практически никогда не бывает никогда. Значит, ты никогда не доделаешь эту работу. Это уже искажение и критика. Это уже человек может обидеть, потому что это обман. И это обман для того, чтобы его унизить. Сказать ему, ты лентяй, повесить на него ярлык, это неправда. Потому что были у него этапы в жизни в этот же день, когда он преодолевал свою лень и делал. Значит, уже ярлык, ты лентяй, который вешают на него как на личность. Это уже, это уже лошонара злоязычие такое, да. Это обидное, такое неприятное, неправдивое даже. Здесь даже это не лошонара, это называется амоци шамра. Это ты на него навешиваешь плохое имя. И если ему сказать, это значит, что ты плохо ко мне относишься, это вообще неправда. То есть люди, вместо того, чтобы сказать конкретно, вот ты эту вещь не сделал, сделай ее, пожалуйста. Сделай ее по-другому. Сказать мягко, спокойно. Люди вначале себя доводят внутри, разжигая в себе зло. Потом это зло выплескивают на другого человека. И получается, что в разговоре люди создают, создают вот эти вот искры как зла. И получается, что из-за этого, поэтому лошонара злоязычие такая страшная вещь. То есть ходят люди, как такие маленькие драконы, да, такие, как эти, ну вот знаете, вараны такие, ящерицы. И как драконы. И друг друга жалят такими жалами. Тут зло сказал, там зло сказал, себе зло сказал, там зло сказал. И получается, сами же люди мир и себя пропитывают вот этим вот ядом зла через разговор. Поэтому это такая страшная вещь, да. То есть нельзя ни в коем случае проклинать. Написано здесь, в Торе написано, в книге Вейкра есть запрет. Глухого имеется в виду даже глухого. Даже если он не слышит, то уже все равно ты нарушаешь запрет проклинать. А если ты проклинаешь того, кто слышит, то еще хуже. Понятно. И дальше вот он пишет, давайте последнего у тебя закончу. Он пишет так. Вот мы, говорит, сейчас прошли 17. Я дословно переведу последний абзац, чтобы мы вот послушали язык Хавицхайма, как он это формулировал. Он пишет. Вот мы перечислили 17 запретов, которые нарушает тот, кто говорит, рассказывает злоязычие или сплетню. Значит, здесь надо помнить еще раз, надо помнить, что заповеди, именно заповеди в том виде, в котором мы их изучаем, это заповеди Торы, которые получил Маше Рабену Моисей на горе Синай, когда получал Тору для народа Израиля. Для народа Израиля. И заповеди должны соблюдать все евреи, без исключения, которые родились от матери еврейки, бабушки еврейки и так далее. Они обязаны. То есть это нет такого, что могу да, могу нет. То есть это обязанность, которая влечет за собой последствия. То, что касается неевреев, я не знаю, как это работает. Наверняка это также работает, потому что если это зло, это зло. Но ответственности, наверное, такой нет, потому что евреи поклялись Всевышнему на Севанишма. Будем делать, потом разберемся. То есть у евреев нет возможности делать или не делать, только делать. Понятно. Теперь, значит, об этом он и говорит, что... Теперь дальше. Если еврей говорит на еврея Лошонара, и он его еще и плюс это делает при неевреев, то он еще и делает еще один запрет, который называется Моссер. Ну, как он предатель, он его предает. И это еще плюс один грех идет. Теперь 17 это если то, что касается евреев. И теперь есть вот эти запреты, он говорит, вот эти запреты, есть за которые ответственность, это смертная казнь по небесному суду. Прямо так и пишет. Например, когда он оскорбляет и говорит злоязычие на вдову и на сироту. Это смертная казнь по суду небес, представляете? Или, например, Хилу-Ля-Шем. Хилу-Ля-Шем это оскорбление имени Всевышнего. Значит, когда включается оскорбление имени Всевышнего, это если это человек религиозный. Вот это вот страшная вещь. Я когда узнал все эти вещи, что если религиозный человек, он нарушает явно и в глазах людей, он делает вещи, которые очень неправильные, то здесь включается оскорбление имени Всевышнего. Поэтому, я помню, я не знаю, рассказывал или нет, когда я только приехал в Израиль, у меня, ну, в Израиле очень любят, есть сейчас разделение. Сейчас есть такое страшное разделение, особенно это делает пресса, там, сайты и так далее, между религиозными и нерелигиозными. И когда рассказывают разные плохие вещи про религиозных, то я говорю всегда, вы знаете, вот, когда вы говорите, что они религиозные, и вот, что же это за религиозные люди, я говорю, смотрите, вы судите по одежде. То есть, если человек делает нерелигиозный поступок, но одет религиозно, почему вы считаете, что он религиозный, и это оскверняет имя Всевышнего? То есть, почему? Есть его одежда, он выглядит как религиозный, есть его поступок, он делает как нерелигиозный. Почему вы говорите, религиозный человек делает нерелигиозный поступок, поэтому религия и Всевышний это плохо? Скажите по-другому, если он делает религиозный поступок, и если он делает плохой поступок, нерелигиозный такой, да, который против правды, и одет как религиозный, значит, что? Он обманывает. Он просто обманщик. Это не то, что религиозный человек делает нерелигиозный поступок. Нет. Это нерелигиозный человек переоделся в религиозного и выглядит как религиозный. Но он нерелигиозный. Все. Понятно, да? А те, кто делают вот всякие плохие вещи, должны 10 раз подумать, потому что если ты это делаешь, и из-за тебя начинается осквернение имени Всевышнего, то это грех, за который идет смертная казнь тоже. Баиде шамаем по суду небес. Теперь дальше. И если он говорит дальше, многие из этих запретов злоязычия, они влияют на жизнь в грядущем мире. В принципе, вся работа, вся работа религиозная, она ведется, причем не только в иудаизме, во всех религиях, все борются за одну очень важную вещь. Я не буду сейчас говорить про религии, там, буддизм, индуизм и так далее. Я их не знаю. Просто не знаю, за что они борются. Но христианство, иудаизм и мусульманство, они борются за одну вещь. Все борются за то, чтобы, первое, получить, ну, по-простому, идем снизу, да, пирамиды. Все хотят получить благословение Бога в этом мире. То есть все хотят в этом мире благополучия, здоровья, хорошей семьи, хорошего здоровья, уважения, хороших отношений с людьми. То есть это потребность любого нормального человека. Если у него нет в этом потребности, он просто больной. То есть человек хочет, нормальный человек хочет, чтобы ему было хорошо физически, хочет, чтобы у него было настоящее и близкое отношение в семье, хорошее отношение с людьми и деньги. Получается, что, значит, когда выполняют заповеди, а заповеди построены, я сейчас говорю про иудаизм, живите ими. То есть для того, чтобы выстроить жизнь в этом мире. Но главная награда, главная награда, это жизнь в грядущем мире. То есть человек, который живет, он боится умирать, он не хочет умирать. И он хочет, чтобы его душа потом попала в рай, а потом из рая будет воскрешение из мертвых. И это называется Алла-Маббат. А говорит Хафицхаем, например, нарушение запретов злоязычия, оно влияет не только на жизнь в этом мире, но еще и на грядущий мир. Например, тот, кто молбинтный хаверобарабин, тот, кто делает, человека заставляет побледнеть публично, позорит его, и Митхабет, он себя возвышает позоря другого, он говорит, нет у него, нет у него доли в грядущем мире. Представляете? И тот, кто себя приучил, у кого есть привычка к этому страшному греху, значит, злоязычие и сплетничество, он говорит, это очень страшно, надо от этого избавляться. И мы дальше, у нас впереди вся книга, узнаем, как от этого избавиться в разных конкретных ситуациях. Хорошо, друзья, все, сегодня я чуть-чуть сокращаю, потому что переезд, переход это очень сложно. Всегда переходы, переезды, это такая дополнительная нагрузка. А сейчас еще шаббат скоро, и поэтому, поэтому шаббат шалом, шаббат шалом, всем хорошего, прекрасного дня, вечера, шаббата. И я вам говорю, вот я по себе чувствую, когда я начал предохранять свой язык очень сильно, значит, жизнь меняется. Больше сил, больше энергии, больше радости, лучше отношения с близкими, лучше отношения с собой. И появляется вот такая внутренняя, получается, осознанность, да, когда ты думаешь, что сказать, и следишь, что сказать. И как сформулировать, то включается очень, ну, совершенно другой уровень мышления и жизни. Все, всем удачи, успеха. Если не знаете, что сказать, скажите что-то хорошее. Лучше вместо плохих слов благословлять. Тоже, это очень интересная вещь, что можно же повернуть, например, и вместо того, чтобы сказать какую-то негативную вещь, можно сказать позитивную, благословляя человека на будущее, чтобы он исправился. И когда вы так делаете, то вы наоборот, вместо негативной энергии, вы в мир включаете позитивную энергию. Все, будьте здоровы, удачи, успехов, всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!